Дорогой Олег, никакие саммиты вообще в России проводить нельзя. Мы очень много раз и очень давно это предлагаем. Ни Олимпиады, ни чемпионаты мира по фигурному катанию, ни чемпионаты мира по футболу, ни саммиты АТС, ни заседания Восьмерки, ни заседания Двадцатки. В знак протеста не только против расхищения бюджета, а против элементарного непризнания декларации прав человека. Нельзя в авторитарном государстве, в государстве там рабов и господ, в государстве, где не соблюдаются элементарные политические права, этого самого человека. Даже если человек пребывает в рабском состоянии и не требует себе никаких прав, просто и самоуважение, исследование вечным европейским ценностям, исследование этой самой декларации прав человека на этой территории, проклятой территории, ничего проводить нельзя. Был короткий период, когда что-то можно было проводить во времена Ельцина, до начала Чеченской войны. Сейчас решительно нельзя. Даже не из-за денег, а просто потому, что в этих самых дальневосточных, приморских краях и лагерях сидят такие люди, как Лебедев, как Кондарковский, и ещё тысячи предпринимателей, ни в чём не повинных, и узников совести у нас уже достаточно. И там тоже разгоняли марши 31-го, там марши несогласных, и сторонников стратегии 31-го, и там тоже нет выборов губернаторов. Олег, значит, хочу сообщить вам две новости, хорошую и плохую. Значит, хорошая новость состоится в том, что из этих 650 миллиардов рублей, дай бог 200 миллиардов, пересекут границу Москвы, МКАДа в направлении Владивостока. Это хорошая новость? Это хорошая новость, да. Остальные будут украдены. Значит, это первое. Второе. Речь идёт о пропагандистской кампании, о демонстрации, как говорилось в советские времена, преимуществ коммунистического образа мышления, коммунистической организации труда и так далее. Мы демонстрируем преимущества нынешней российской и достоинства системы политической, экономической. Вот мы какие богаты. Это пропаганда. Это пропаганда, которая окупится многократно. Как? Ну, во-первых, мы сможем больше зарабатывать, чуть-чуть вступив в ВТО. А во-вторых, граждане, те бедные, несчастные, там, 30-70% граждан Приморского края, с ещё большим энтузиазмом будут голосовать за Путина и за Медведева. Я с поздравляем. Значит, всё это стало возможно, вот это безумное разбазаривание денег, пир Валтасара, как вы говорите. Значит, потому что вы, ваши сограждане, ближайшие, родственники, знакомые, продолжают голосовать. Я сам был в Приморском крае. Я задавал вот эти вопросы там. Почему они за Жириновского голосовали 70% в Комсомольске на Амуре? Ну, это не важно. В Комсомольске на Амуре. Значит, это факт. И что они тебе ответили? Ну, они начали врать, что это всё подделано, а не на самом деле. Но так низко опускали глаза при этом, что было понятно, что голосовали за Жириновского. Вот. Значит, вопрос задавать нужно. Вашим согражданам, не нам. Они допускают это, они поддерживают это, они за это голосуют на региональных выборах. Вас Единая Россия не победила, разве на выборах? Как везде. Почему это происходит? С молчалилого согласия большинства. Так что, спасибо вам, спасибо вашим родственникам, знакомым, вокруг вас. Мы с Валерией Лиричной не голосуем за этих 650 миллиардов. Никаких. Спасибо. Спасибо. Спасибо.